Всем привет! Мы продолжаем серию прямых эфиров для абитуриентов КФУ Live. Меня зовут Виктория Бояренцева и сегодня мы поговорим о поступлении в магистратуру Института информационных технологий и интеллектуальных систем. В нашем шоуруме директор Института ИДИС Михаил Михайлович Абрамский. Здравствуйте! Магистрант второго курса программы интеллектуальная робототехника Артем Апурин. Здравствуйте! И магистрант первого курса программы технологии виртуальной и дополненной реальности разработка игр Динара Габдаулина. Здравствуйте! Ну давайте начнем с того, что вы, Михаил Михайлович, расскажете нам, почему именно ваш институт должны выбирать абитуриенты, в чем он уникален и какие в нем есть особенности. Да, спасибо большое! Мы сегодня решили провести как раз КФУ Live, посвященный магистратуре, потому что про бухгалтера мы очень много говорим и говорить будем. А про магистратуру она все время так-то немножко теряется в потоке анонсов программ. Я просто напомню, что мы институт относительно молодой. Мы возникли в 2011 году, там был наш первый набор бакалавриат. И возникли мы как раз как институт, который работает на стыке индустрии и университета. Мы наши программы образовательные формируем вместе с компаниями-партнерами, которых у нас больше 30. Это татарстанские компании, это российские компании крупные, которые есть. Вот и наша цель, чтобы наш выпускник становился айтишником, работающим как можно быстрее. Но несмотря на нашу такую модель, в которой у нас очень много привлеченных преподавателей, в которой у нас очень часто студенты после второго курса работают и уже начинают немножко прохлаждаться на учебе, назовем это так. Тем не менее, мы также институт университета. Университет — это еще и генератор знаний научных в первую очередь. И у нас постепенно сложилась необходимость открытия уже продолжения нашего образования — это магистратура. Первоначальную магистратуру мы открывали для того, чтобы делать такой левелап для студентов, либо айтишников, либо не айтишников. И мы строили такие два трека. То есть, если, например, студент у нас выпускник технической специальности, то мы делали ему левелап в плане движения в сторону управления проектами, например, или системной аналитики. А для не айтишника это был шанс, ну, немножко переквалифицироваться в какую-то более айтишную область. Вот, это был наш первый эксперимент. Был он неплохой, но со временем мы начали переформатировать наши магистрские программы. И сейчас, вот, сегодня в нашем институте открыт набор уже на шесть программ, шесть магистрских программ. Я их перечислю. Это программа, самая первая переформатирована, аналитика управления разработкой, она же product development. Это программа наша самая большая, самая старая, если так можно говорить, для нас. То есть, это программа, где мы двигаем наших студентов по нескольким направлениям внутри. Это системная аналитика, это управление проектами, и это используем платформ разработки для, собственно говоря, создания IT-проектов. Мы там используем лучшие практики наших компаний-партнеров. У нас в рамках этой магистратуры есть сотрудничество с компанией CL, с компанией Яндекс.Облако, с Сбером и с рядом других компаний. То есть, мы там транслируем лучшие практики, и эта магистратура, она и для условных технарей, и для технарей. Каждый там находит что-то свое, хотя, конечно, не айтишникам немножко посложнее, им приходится доквалифицироваться. Мы это им позволяем делать, потому что есть специальные предметы, где люди двигаются по изучению технологий, по которым они пока отстают. Далее у нас возникли две магистратуры, посвященные нашим двум крупным направлениям. В 2016-2017 году мы открыли магистратуру по робототехнике. Артем магистрант, который обучается на этой программе. Это магистратура, посвященная созданию софта для роботов. Мы занимаемся разными видами робототехники. Это робототехника поисково-спасательная, промышленная, коллаборативная, а также медицинская. Вот недавно как раз Артем и группа его коллег встречались с представителями института фундамента медицины и биологии, показывая прототип робота, который может работать внутри наших клиник университетских. Вот Артем один из главных разработчиков этого проекта. Я думаю, он тоже об этом расскажет. В 2018 году у нас открылась магистратура по технологиям виртуальной дополненной реальности. Вот Динар как раз представитель этой магистратуры. Соответственно, в первую очередь, конечно, она выросла из коллектива лаборатории Digital Media Lab, которая у нас прямо с основания ТИСа занималась сначала геймдевом, потом начала заниматься разработкой еще технологии виртуальной дополненной реальности. То есть эта лаборатория студентов отбирает так же, как робототехники с первого курса, с летней практики. Постепенно каждый внутри специализируется. И к четвертому курсу бакалавриата эта лаборатория выпускает специалистов именно по разработке игр или приложений виртуальной дополненной реальности. Но магистратура у нас еще в каком-то смысле интереснее, потому что эта магистратура скорее стоит на стыке трех направлений. Это именно разработка таких приложений. Это то, что связано с дизайном и моделингом. И третье направление внутри — это именно сценаристика и вопросы композиции, создание некого творчества внутри именно геймдева и разработки таких приложений. Потому что создание игр — это тоже творческий процесс, и он требует создания сценария, написания концепции и многого-многого другого. Соответственно, вот таких специалистов там мы готовим. Далее у нас возникла магистратура по искусственному интеллекту. Это было тоже сделано не потому, что такой тренд, а наоборот, изнутри выросло, потому что у нас в институте и в университете в целом, и вообще в нашем кругу очень много специалистов по разным технологиям искусственного интеллекта, а мы именно ими занимаемся. И мы решили создать магистратуру, в которой мы знакомим нашего магистранта с большинством технологий искусственного интеллекта, которые существуют. То есть это машинное обучение нейронной сети, это антология, обработка текста, обработка изображений, какие-то смежные вопросы, антропологические, философские, правовые вопросы искусственного интеллекта. То есть это все в этой магистратуре по искусственному интеллекту. С этого года набор магистратуры онлайн. То есть не набор, а обучение в этой магистратуре онлайн. То есть теперь это наша магистратура, на которую условно не нужно приезжать. Для этой магистратуры у нас также есть англоязычная версия этой магистратуры. Она для иностранных обучающихся, но русскоязычные студенты тоже могут туда поступать. И в этом году открыта еще одна магистратура, набор на нее, уже как бы учитывая и ситуацию, в которой мы находимся, и вообще в целом картину в мире, у нас магистратура появилась называется цифровое лидерство. Цифровое лидерство, полное название цифровое лидерство экосистем национальных платформ и интеллектуальных сервисов, это магистратура, где мы готовим драйверов цифрового развития, которые владеют технологиями и знают, как они могут способствовать улучшению процессов в первую очередь в экономике и в сфере гостеха, то есть где мы можем трансформировать органы управления, государственные, федеральные, муниципальные, региональные с помощью цифровых технологий. У нас сейчас запущена такая тест-драйв этой магистратуры в виде нашей программы ДПО цифровое лидерство аналитик, где мы как раз-таки вот некоторыми модулями этой будущей магистратуры мы обучаем государственных служащих именно в сфере IT, это такая наша вот такая первая проба пера. Соответственно, мы ждем там людей, которые хотят разбираться в том, что такое современная технологическая картина мира, что такое цифровая экономика, что такое платформенная экономика и то, как такие приложения, такие платформы можно создавать и как они могут трансформировать процессы внутри организации. Вот такой, может быть, не краткий, но полный экскурс нашей магистрской программы. Ну давайте теперь непосредственно спросим магистрантов, как вы выбирали свои направления и как вы сейчас учитесь, нравится ли вам образовательный процесс? Я думаю, начнем с Динары. Ну, выбирала я направление, конечно, по тому опыту, который получила на бакалавриате. Вот, на протяжении всех лет я выбирала курсы именно от DML, от лаборатории, которая представляет эту программу, и как-то при выборе никаких сомнений не возникало. Спасибо большое. Артем, ваше слово. Я тоже быстро выбрал. Я учился вообще на информационной безопасности, я не из Казани, но в своем университете я работал по робототехнике и познакомились с руководителем нынешней моей магистратуры. И предложили попробовать поступить. Ну и, в общем, я не стал отказываться, попробовал поступить и поступил. Спасибо большое. Я, наверное, бы тоже, ребят, спросил, если вдруг я могу взять вопрос, наверное, можно какую-то одну фишку назвать, что вам больше нравится в магистратуре, именно в привязке к вашему направлению, по которому вы обучаетесь. Ну, если у нас в магистратуре мы вот так вот делаем, вот в рамках VR, VR, геймдевы или робототехники, нам это нравится. Ну, мне нравится то, что все преподаватели, они имеют практический опыт. Вот, и можно подойти, спросить о чем-то и на любой вопрос ответят. Мне нравится, что можно работать и с железом, и с программами, и в симуляторах, что у нас есть курсы с манипуляторами настоящими, например, с кукой. И мне это нравится, поэтому я считаю, что это огромный плюс, что можно работать вживую с работами. А чем вы на данный момент занимаетесь в магистратуре? Проект или дипломная работа? Ну, у нас есть предмет такой, как проектный практикум. Мы там делаем игры, то есть своя разработка индивидуальная. Вот. На остальных предметах тоже есть некоторые проекты, которые мы ведем. Имеется в виду тематика, то есть вот есть же деление внутри вашего, кто больше, кто больше моделей, кто больше геймдев, кто больше виртуальная полнореальность. Вот у тебя какой, например? Ну, у меня как-то это более-менее плавно распределено, то есть я могу и код написать, и модельку сделать. Универсал. Да. Ну, у меня, в принципе, тоже. Я еще работаю инженером у нас в университете, в институте, в лаборатории интеллектуальных и увеличенных систем. И мой рабочий проект связан с программным, с дипломным, поэтому в рамках работы я еще работаю и над своей дипломной работой. Я работаю над роботом для клиники. Сейчас я занимаюсь его моделированием для симулятора Газеба и параллельно занимаюсь его разработкой. Кем вы планируете стать после того, как вы закончите магистратуру? Ну, разработчиком игр, скорее всего, или IRVR-приложений. Выбор довольно-таки большой. Я планирую продолжить работу в робототехнике и подумываю над поступлением в аспирантуру. И надеюсь, что буду работать дальше с робототехникой. Это прекрасно, это замечательно. Слушайте, я в восторге. Я в восторге сама от этого института. Ну что ж, вам есть что еще дополнить, Михаил Михайлович? Я могу много рассказывать. Просто вдруг есть вопросы, какие-то от слушателей, или мы можем каким-то еще вопросом пройтись. Давайте я вброшу, например. Кроме того, что есть специализация у каждой магистрской, у всех магистрских есть общий пул предметов, которые проходят наши магистранты. В частности, например, это введение в программную инженерию, а все наши магистратуры — это направление 090404. Программная инженерия, можно запомнить прямо шифр 090404. Так вот, программный инженер — это человек, который работает в сфере разработки ПО в привязке именно к созданию новых приложений через их программирование. Вот это самое, наверное, главное. В этом, например, отличие нашего направления от информационных технологий, да, из направления. Все-таки мы готовим больше тех, кто создает сам что-то руками, и вот, собственно, в каждой нашей магистратуре наш магистрант в конце что-то создает свое. То есть такой вот у него опыт творения или создания чего-то разработки нового. Вот, тем не менее, они все-таки воспринимаются уже как взрослые люди, то есть, например, на занятиях по той же программной инженерии, это общий курс у всех, с ними разговаривают, как будто бы, ну, то есть, они уже участники какой-то IT-команды, и они понимают, да, то есть, там, говорят, вот представьте, что у вас на работе вот такая проблема, как вы это будете решать? То есть мы, конечно, ждем, что к нам поступают люди, которые имеют опыт работы, то есть мы таких принимаем, а с другой стороны мы, ну, понимаем, что есть те, кто просто все четыре года учился, очень хорошо знает материал и просто хочет там дальше проложить свое обучение. Это первая, наверное, вещь. Вторая вещь, то, что пока что большая часть занятий проходит у нас в вечернее время. Это, конечно, создает нагрузку на нас, лично на преподавателей, на администрацию и в субботу, да, разумеется. Вот, но мы это делаем, осознавая, да, что наши магистранты, это люди, которые либо работают сейчас уже, либо находятся в поиске работы, возможно, найдут во время своего обучения. И не все пары, прямо, что они после пяти проводятся, но большинство, да, то есть это тоже одна из наших идей. А третий момент в магистратуре, наверное, это то, что у нас больше индивидуального подхода. То есть магистрантов же обычно меньше, и они как бы уже проходили через университет, они знают, какие вопросы задавать. И мы с магистрантами можем, там, бывает, обсуждать. То есть, например, к нам поступил, или вот, например, на программу аналитика при разработке, ну, допустим, 50 человек. Из них, там, процентов 45 это технари, назовем так, процентов 55 это, ну, тоже IT им знакомо, но это не профильное образование. Вот. Им, например, предмет проектный практикум, да, где они должны получить первого проекта работы. Вот. Мы прям динамически опрашиваем наших обучающихся о том, что они могут, и делим их на группы, соответственно, этим возможностям. Ну, и каждый год мы стараемся как-то учитывать, то есть мы собираем отзывы, какой курс понравился, какой преподаватель понравился, чтобы потом, ну, как-то это варьировать. Спасибо вам большое. И вы затронули тему про онлайн-обучение, искусственный интеллект. А можете рассказать подробнее, более расширенно? Да, давайте этот самый проговорим. Значит, как строится онлайн-обучение? Оно направлено на то, что наш будущий магистрант знает, что такое онлайн-обучение. То есть это не ковидный, вот этот вот ковидный дистанк, который существовал, да, это планируемое дистанционное обучение, которое должно быть таким, что к нему готов и обучающийся, и университет. Со стороны обучающегося это должна быть готовность какая? Что, во-первых, у него должны быть настроены рабочие места для обучения, камера, микрофон, все должно быть. Со стороны университета это обеспечение каждого курса электронным следом, то есть по всем предметам конспекта, по всем вебинарам записи, онлайн-курсы там где-то, например, не вебинары и так далее. Соответственно, студентам должен он как-то обучаться. Что внутри? Есть два вида обучения в онлайн-режиме, это синхронный и асинхронный. Синхронный режим — это обучение в формате вебинара. Асинхронный — это когда преподаватель выкладывает цифровообразовательный ресурс и, допустим, студенты его проходят, а преподаватель дает им обратную связь, ну и периодически происходит какое-то взаимодействие. Надо понимать, что онлайн — это невозможно, что типа все пройти потом, ну ближе к сессии, да, то есть все равно есть узловые точки, это вебинары, когда прям надо подключиться, надо переговорить с преподавателем, это обязательно. Но, конечно, в онлайне меньше так называемой аудиторной нагрузки, то есть студент некоторой пары должен по расписанию быть в течение недели, а на некоторых он может пройти в то время, которое ему удобно, главное, чтобы соблюдался дедлайн. Это требует определенной самой дисциплины, но, собственно говоря, мы этого и ждем от наших студентов, а особенно от магистрантов, которые поступают к нам, ну, уже повторюсь, уже когда мы с ними встречаемся с магистрантами, мы говорим, ну, ребята, вы же уже проходили это, то есть вы знаете, что такое диплом, что такое деканат, что такое там сессия, вам это объяснять не надо. Мы с студентами первого курса встречаемся, мы рассказываем, что такое сессия, что такое там доп-сессия, деканат, ну, прочее, да, много оргсобраний. С магистрантами мы ожидаем, что они уже в этом разбираются, и более того, раз они поступили в магистратуру, то они поступили, чтобы учиться, а не наоборот. Как-то так, наверное. И вы еще затронули тему, что у вас появилась новая магистерская программа. Да, да, вот цифровое лидерство, о котором я говорил. Ну, я тут уже сказал, повторюсь еще раз, что в этой магистратуре это некоторый вызов. Вот сейчас сложилась необходимость, что человек, вот все говорят, надо готовить айтишников, но на самом деле, как бы дайте айтишникам нормально работать, что называется, все айтишники быть не должны, но каждый человек должен стать айтишником в каком-то смысле. И здесь выходят на поверхность такие люди, которые должны разбираться в том, что существует в цифровом мире, какие есть технологии, какие инструменты, и должны видеть причину следственной связи, что определенный продукт появляясь, например, так это влияет на другой бизнес. Или такая-то платформа появляется, вытесняет другую, потому что у нее вот это есть, а другого там нет. Почему-то мы с вами работаем с телефонами на базе iOS или Android, а лет 15 назад еще была Nokia со своим Symbian, который, собственно, был лидером рынка. Куда они пропали, ну вот я иногда это рассказываю, почему это случилось. И вот, соответственно, спрос на таких людей, которые, вот, скажем, получив такое образование, будут драйверами развития в своих областях, конечно, в первую очередь мы ждем, что это будут либо условные сотрудники организации, которые хотят понимать айти-сферу и развивать свою организацию за счет знания цифровых технологий, либо наоборот, это, наоборот, скажем, айтишники, которым вот не хватает понимания. То есть это не совсем именно ведение бизнеса, хотя как бы один предмет у нас тоже это будет посвящен, но это именно понимание экономических процессов, то есть за счет чего цифровые технологии могут создать вот этот дополнительный экономический эффект. Собственно, цифровая экономика работает за счет этого. И вот магистратура, в которой мы как раз хотим взращивать таких вот людей, и те, которые, самое главное, готовы к такому, да, то есть это все потребует большой самостоятельной работы, рефлексии от них, да, что они должны свою деятельность понимать. То есть когда они придут на занятия, у них спросят, кто вы, чем вы занимаетесь, пишите бизнес-процессы в вашей организации или то место, где вы работаете, пишите, где у вас экономические процессы происходят, где вы получаете выгоду, как может быть там, какая технология может влиять на эту выгоду. Вот такая магистратура, наверное, вот она, ну вот если вкратце, то как-то так. Ну и как завершающее слово, кого вы ждете в своем институте? Мы ждем мотивированных людей, которые хотят получить что-то новое. Вот мы хотим, чтобы нашим магистрантам было хорошо в той сфере, в которой они выбрали. Вот можно у ребят всегда спросить тоже, вот они же тоже не просто магистранты, а еще и сотрудники лаборатории, вот кого вам надо, каких людей? Ну, действительно мотивированных, заинтересованных в данной сфере. А вот, допустим, есть, может быть, какое-то технологическое есть замечание? Ну, скажем так, разработчики на Unreal, на Unity, 3D-моделлеры с знаниями Maya, допустим. А вы что можете добавить, Артем? Ну, у нас в основном это языки программирования C++ и Python. У нас есть курсы по робототехнической операционной системе. И, в принципе, там с нуля объясняют, как работать с роботами. И, в принципе, знание программирования нужно, и нужны люди, которые умеют искать информацию, и умеют ей правильно пользоваться. И очень важно найти английский язык, потому что все, ну, 90% точно на английском языке, в робототехнике. Да, здесь стоит прокомментировать, что как раз подход коллег в лабораторию, потому что спецкурсы все на англоязычной, потому что коллегам приходится много англоязычной литературы читать, вот, и, соответственно, понимать. Это, конечно, программа на русском, но ряд курсов, там есть как бы требования, чтобы оно шло на английском языке, но преподаватель все время повторяет по-русски, если вдруг какие-то проблемы возникают. Кстати, в пользу случаем хотел еще добавить по поводу поступления. У нас поступление магистратуры — это экзамены, они проводятся летом. Значит, вы, возможно, случайно услышите, что там несколько волн есть, это не так. На самом деле общий экзамен, он один, а волны есть там, например, контрактники могут чуть раньше сдать, и еще потом есть резервный день для контрактников. Вот бюджетное поступление в магистратуру — это один день. Мы это вывешиваем в нашем сайте, есть календарь. Сайт наш, kpfu.ru, слэш и тис, там раздел «Поступающим», там есть поступление в магистратуру 23-го года. Вот, там же выложена программа экзамена, с которым надо ознакомиться. Все почему? Потому что при поступлении, кроме экзамена, есть еще часть, связанная с доп-баллами в портфолио. Вот, у всех это разная вещь. Например, я знаю, что в DML это очень важная часть экзамена, да, наличие в портфолио проектов, которые сделаны в области, там, ну, не только геймдеву, да, там, и компьютерная графика считается, и какие-то такие творческие проекты. Вот, во всех магистратурах считаются, как бы, доп-баллы за наличие публикаций и опыт участия в конференциях. Вот, собственно, за что это именно не доп-баллы, которые общеуниверситетские, вот, по плану приема, да, вот есть приемы, там, приложения, да, что вот, баллы даются за то-то-то-то-то-то. Вот, а это именно наши внутренние институты, баллы, в каждой программе есть свои поощрения студенту, у которого, там, есть опыт публикации, опыт, там, проектная работа по направлению. Но у всех магистратур требования свои, то есть надо с ними ознакомиться для того, чтобы было понимание. Спасибо большое, Михаил Михайлович, спасибо вам. Это был Институт интеллектуальных, простите, Институт информационных технологий и интеллектуальных систем и КФУ Life. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok